История этой усадьбы тесно связана с именами русских писателей, поэтов, художников и общественных деятелей. С 1816 по 1918 года в течение почти ста лет усадьбы владели, сменяя друг друга четыре семейства, связанные родственными узами – Энгельгарты, Боротынские, Путята и Тютчевы. Это место является неповторимым образцом среднепоместной дворянской усадьбы XIX века. Старинное имение расположено в 50 километрах от Москвы по Ярославской железной дороге. Сегодня мы посетим музей-усадьбу Муранова – место, где собраны уникальные реликвии замечательных русских поэтов Боротынского и Тютчева, труды автора исторических мемуаров Льва Энгельгарта, работы литератора и друга Боротынского Николая Васильевича Путяты, материалы поэта и публициста, издателя и первого биографа Тютчева Ивана Сергеевича Аксакова. В 1816 году эта небольшая подмосковная усадьба была приобретена Екатериной Петровной Энгельгард, женой отставного генерал-майора Льва Николаевича Энгельгарта. Участник многих военных походов того времени он стал известен как автор воспоминаний о времени Екатерины Второй, Павла Первого и Александра Первого. Рисунков и планов Муранова той поры не сохранилось. Известно, что дом Энгельгарта отличался крайней простотой. Еще известно, что на площадке перед домом стояли две пушки. В дни рождения и именин членов императорской фамилии из них производились салюты. Эти старинные пушки Энгельгард завещал родственнику своей жены, поэту, партизану Отечественной войны 1812 года, Денису Васильевичу Давыдову, который неоднократно посещал Мураново. Недалеко в саду была персиковая оранжерея, с северной стороны сад был огражден стеной елей, защищавших его от холодных ветров. На противоположном берегу пруда была молодая березовая роща, за ней холмы, покрытые нивами и обрамленные лесом. В 1826 году Евгений Абрамович Боротынский женился на старшей дочери Анастасии Львовне Энгельгард. А спустя 11 лет, в 1837 году, его ближайший друг, литератор Николай Васильевич Путята, стал мужем Софьи Львовны Энгельгард, младшей дочери семейства. Достопримечательностью усадьбы Мураново является главный дом, который в 1842 году Евгений Боротынский строит по собственным чертежам и планам. Этот дом и сохранился до нашего времени. Конструктивно дом значительно отличается от типовых дворянских владений того времени. Двухэтажное строение выполнено классическим народным способом в виде деревянного сруба. Здание не имеет обычных мезонина и входного портика и состоит из нескольких непохожих элементов. Парадный вход находится на небольшом крыльце, обрамленном белыми деревянными перилами. Часть центрального сруба снаружи обложена красным кирпичом, что позволяло сэкономить на отоплении. Верх центральной части украшен шпилем и башенками. Главная часть дома из двух этажей продолжена одноэтажной пристройкой, декорированной белоснежными перилами веранды, которые перекликаются с элементами парадного входа. Окна и двери этой части дома имеют необычную форму, также являются украшением. Стоит обратить внимание на оригинальную башенку-фонарь на крыше, которая давала уютный свет вечерами для жителей и гостей усадьбы. Ранее в этой части дома Баратынский разместил с южной стороны зимний сад, который до настоящего времени не сохранился. Но мы можем видеть этот сад благодаря рисунку замечательного художника Дмитрия Васильевича Путяты, который также бывал в Мураново. Перед окнами дома с южной стороны был разбит цветник, а между цветником и прудом – лук, воспетый поэтом. Длинный коридор делил пристройку на южную и северную половину. Между ними вставлена высокая двухэтажная башня, которая также, как и центральная часть дома, имеет кирпичную кладку. У башни находится деревянная пристройка с нарядным крыльцом. Это еще один вход в помещение главного дома. Белоснежные деревянные декоры делают эту часть дома нарядной и праздничной. Северный фасад дома обращен в парк. Украшением его является ажурный балкон второго этажа. Прямо перед террасой северного фасада дорожка, ведущая к оранжереи с кустами роз. С противоположной стороны к торцу дома пристроено еще одно нарядное деревянное крыльцо, похожее на кружевной сказочный теремок. Достаточно простые, но оригинальные технические решения были применены баратынским при строительстве дома, что обнаруживает его недюжинный инженерный талант. Интересные детали можно увидеть и на южном, и на северном фасаде. Это резолиты, выступающие элементы в форме трапеции, которые улучшали освещенность внутри помещений. С такими усовершенствованиями усадьба Муранова вполне может считаться строением высокой экономичности по освещению и отоплению. Здесь некоторое время жил поэт Евгений Баратынский со своей семьей и практически ежегодно проводил здесь летнее время. В стихотворении «Есть милая страна, есть угол на земле» он с душевной теплотой и документальной точностью запечатлел характерный мурановский пейзаж. Я помню ясный чистый пруд, под синюю берез ветвистых, средь мирных вод его три острова цветут, светлее нивами меж рощ своих волнистых. За ним встает гора, пред ним в кустах шумит и брызжет мельница, деревня, луг широкий, а там счастливый дом, туда душа летит, там не хладел бы я и в старости глубокой. В 1843 году Евгений Баратынский отправился с женой и старшими детьми в заграничное путешествие, из которого ему не суждено было вернуться. Поэт скоропостижно умер в Италии от разрыва сердца в возрасте 44 лет. После его смерти в 1850 году по разделу имущества между сестрами Настасьей Львовной-Баратынской и Софьей Львовной-Путятой имение отошло к последней. Для семейства Путят Муранова всегда оставалась страной поэта. Они бережно хранили все связанное с именем Баратынского. Широкие литературные связи Путятой определили круг его мурановских гостей. Здесь бывали Николай Васильевич Гоголь, Аксаковы и многие другие известные люди того времени. Николай Васильевич Путятой сам имел непосредственное отношение к литературе. Он автор целого ряда литературных и исторических статей и заметок. Его семья много заботилась о процветании мурановской усадьбы и большое внимание уделялось хозяйству, саду и особенно цветникам. Мурановский парк – необыкновенно красивое и притягательное место. Холмистые поля, извилистая речка Талица с запрудой, лес напоминают типичные для средней полосы России пейзажи, запечатленные на полотнах Левитана, Нестерова и других русских художников. В приусадебном парке сохранились несколько деревьев, относящиеся к периоду Боротынского. Есть деревья возрастом более 170 лет. Среди вековых деревьев расставлены садовые скамейки, разбиты цветники. Все владельцы усадьбы уделяли большое внимание саду, цветам. Екатерина Тютчева, внучка поэта, так описывает в своих дневниках усадьбу в весеннем цвету и в летнем буйстве красок. Сирень в цвету, скоро зацветет жасмин, наслаждаюсь теплом и розами. Мальвы чудные, пышные и кудрявые, прекрасный пордюр из нас Турции, много левкоев. В 1869 году единственная дочь путят, Ольга Николаевна, вышла замуж за Ивана Федоровича Тютчева, младшего сына поэта. Семейное предание гласит, что Федор Иванович Тютчев однажды навестил здесь семью своего сына. Именно Ивану Федоровичу и его детям мы обязаны тем, что в Мураново было сосредоточено и бережно хранилось наследие Федора Ивановича Тютчева и других славных обитателей усадьбы. В разное время сюда были привезены автографы, книги, портреты, вещи поэта и членов его семьи из Петербурга, Москвы и Овстуга, родового имения Тютчевых в Орловской губернии. На территории усадьбы расположено несколько своеобразных строений различного назначения. Расскажем о некоторых. В 1879 году Иван Федорович Тютчев построил в Мураново для своей овдовевшей матери Эрнестины Федоровны флигель, расположив его в северо-восточном углу усадьбы. Сюда она приезжала в летнее время. Эрнестина писала брату о своей новой даче в Муранове. Это прелестный деревянный дом на кирпичном фундаменте, оборудованный прекрасными печами, украшенный балконами и в самом деле очень комфортабельный. Здесь вдова работала над собранием наследия поэта Федора Ивановича Тютчева. У флигеля росли жасмин и сирень. Часто посещали Эрнестину Федоровну и ее внуки, и для них был выстроен маленький домик в виде крестьянской избушки. Отдельная отгороженная поляна с небольшим домиком предназначалась для детских развлечений. Домик выстроил собственноручно сын поэта Иван Федорович Тютчев. Строение являет собой уменьшенную копию крестьянской избы, только обильнее украшенное. Деревянная резьба украшает не только карнизные планки и оконные наличники. Фронтон фасада также получил красочный узор. Дополняют сходство с реальным жильем входная веранда домика и хозяйственная пристройка. Домик получился сказочным и нарядным. Настоящая волшебная лесная избушка. С западной стороны от главного усадебного дома располагался хозяйственный двор, хорошо завуалированный живой изгородью избоярышника и глухим забором. На нем в свое время были хозяйственные постройки. Как во многих дворянских усадьбах, в Мураново была построена изба для кучеров и других работников. При переходе к музейной деятельности здесь оборудовали выставочный зал, дополняющий площади главного дома. Здесь проводятся тематические выставки. Неподалеку амбар, ныне превращенный в уютное кафе. Также на территории находится небольшое хозяйственное строение – старушка. Пройдя по старинной Липовой аллее в западной части парка, видим небольшую колокольню и домовую церковь. В 1878 году Иван Федорович Тютчев над склоном оврага сооружает домовую церковь из амбара, сохранившегося со времен Энгельгартов. Домовая церковь, усадьба Мураново, освященная во имя иконы Спаса Нерукотворного, построена Тютчевым по просьбе его жены Ольги. Лично проектировать культовое здание потомок поэта не решился, и проект выполнял архитектор Сборжевский. Кирпичное здание с деревянной отдельной звонницей увенчано одной главой. Наружный киот хранит икону Спаса Нерукотворного, написанную по заказу Ивана Федоровича. Интерьер храма типичен для камерных церквей семейного типа. Алтарные врата и иконостас выполнены в стиле московского барокко. Стены и потолок расписаны цветочными орнаментами и сценами из жития святых. Храм теплый, в нем находится облицованная медными листами отопительная печь. К алтарной стене храма прилегает отгороженная территория семейного захоронения. Здесь могилы сына и внука Федора Тютчева. Позднее в могиле Николая Тютчева похоронен и его племянник Кирилл Пигарев, много лет работавший в Мураново. Церковь вновь действует с 1998 года, хотя опознала роль колхозного склада в советское время. От храма можно спуститься к роднику, который находится в глубине обрага. Рядом с храмом построена деревянная колокольня, щедро украшенная деревянной резьбой. Пройдем внутрь главного усадебного дома. Первоначально посетители встречают расположенный в пристройке литературный салон. Многочисленные предметы меблировки, часы, подсвечник, осветительные приборы собраны в Мураново из имений родственников. Вся обивка подобрана в тон стен, скатерти и шторам. На овальном преддиванном столе у северной стены стоит керосиновая лампа, свет которой очерчивает большой костевой круг. Вокруг стола диван, украшенные элементами резьбы по дереву, своеобразные кресла с жесткими решетками спинок, но мягкими подлокотниками и банкетки. У другой стены размещен столик из красного дерева с опорными стойками, выполненными в форме лиры. По сторонам от него два кресла. Справа от стола на стене находится картина, изображающая морской сюжет. Ее написал вовсе не великий маринист Айвазовский, хотя изображения и напоминают большинство других его сюжетов, что вводит в заблуждение многих посетителей усадьбы. Автор этого художественного произведения – замечательный русский художник Саврасов. А вот работа Айвазовского, находящаяся в этой же комнате, написана не в характерной для художника манере. Это пейзаж под названием «Заход солнца». В юго-западном углу стоит письменный стол, к которому спускаются находящиеся на стенах портреты разных форм и размеров. Столешница тоже сплошь заставлена портретами и различными предметами, но в этом обилии присутствует своя красота и порядок. На письменном столе стоит керосиновая лампа. Она принадлежит периоду, когда в этом кабинете, комнате работал директор Николай Иванович Тютчев. Лица на портретах, собранные на восточной стене, представляют все поколения и эпохи Мурановской усадьбы. Одна из самых уютных и приветливых комнат Мурановского дома с камином и выходом на балкон – это библиотека. Здесь хранится основная часть мемориального фонда, который сложился благодаря стараниям ни одного поколения обитателей усадьбы и их родственников. Украшением библиотеки являются тяжелые фолианты знаменитой французской энциклопедии. Особую ценность представляют книги первого русского энциклопедического лексикона Плюшара. Наряду с классической литературой в библиотеке встречаются немало русских и переводных романов и повестей. От библиотеки Федора Ивановича Тютчева сохранилось 44 номинования. В целом они дают представление о читательских интересах поэта. Личных книг Евгения Абрамовича Боротынского практически не сохранилось. Единственный экземпляр его сборника «Сумерки» с дарственной надписью автора М. Глинке находится в мемориальном архиве музея. Имеются в библиотеке такие оригинальные предметы, как телескоп XVIII века, редкий экземпляр массивного шкафа-бюро того же времени, со множеством ящиков и потайных замков, и большие напольные часы с календарем. Они изготовлены мастером Августином Мартеном и принадлежали Федору Ивановичу Тютчеву. Помещение библиотеки имеет выход на балкон восточного торца здания, и поэтому особо уютно. Небольшой уголок для чтения состоит из круглого столика и разнотипных кресел, украшен скульптурой на постаменте. Здесь особо тщательно оформлены оконные проемы, дополняя интерьер декоративными деталями. Интерьер библиотеки дополняют гравюры и литографии с историческими и жанровыми сценами. Здесь же находятся портреты некоторых исторических деятелей. Особым отличием библиотеки является мраморный камин у входа, топка которого прикрыта зеркальным экраном. Верхняя каминная доска украшена антикварными часами и подсвечниками из бронзы с фигурками богини. Следующая комната – столовая. Находится в середине южной амфилады Мурановского дома. Столовая отличается от других помещений своеобразием оформления интерьера, выраженного в наличии глубокой ниши в стене. Симметрично расположенные амфиладные двери, почти симметричные зеркала печей, щитовой паркет геометрического рисунка включены в торжественный ансамбль комнаты и выполнены в строгом ритме классицизма. Ниша с двумя колоннами маскирует две двери. Ранее одна вела на второй этаж в детские и гостевые комнаты, а другая в коридор и в буфетную. Столовую украшают портреты, гравюры, старинная люстра и буфет с богатой резьбой. По середине комнаты обеденный стол сороконожка, 40-х годов 19 века. Этот стол сохранился от баратынских, его можно раздвигать до еще больших габаритов. Вокруг стола и около стен размещены стулья красного дерева павловской эпохи, прекрасные по своим пропорциям и простоте рисунка. Массивная, кажущаяся неподъемной супница символизирует усадебное спокойствие и стабильность. Большая гостиная. Название помещения не преувеличение. Большая гостиная – действительно крупнейший зал в здании. Она протянулась от южного до северного крыла сплошным коридором через весь дом, поэтому всегда освещена. На северной и южной сторонах эркеры застекленными донизу дверями. Пространство комнаты разделено на три части – печами, которые специально соединены между собой арками. С самого основания дома в северной арке находятся книжные шкафы березового дерева работы мурановских мастеров. Обстановка гостиной в основном состоит из мебели красного дерева 30-40-х годов XIX века, но включает в себя предметы более раннего времени. У восточной стены находится короткий и глубокий диван, именуемый по-французски краппо. Он обшит полосами малинового бархата и вышивками шерстью по конве работы второй жены поэта Фёдора Ивановича Тютчева Эрнестины Фёдоровны. На полу дубовый паркет в шашку, покрытый старинным ковром. Около дивана деревянный золочёный стол с доской из чёрного мрамора с видами Рима итальянской мозаичной работы начала XIX века. На стене над диваном помещен большой пастельный портрет семейства Эндельгардов. Он написан художником Барду в знаменательной для этой семьи 1816 год, когда имя было приобретено Мураново. У западной противоположной стены в середине камин, над ним зеркало в деревянном обрамлении. Две половинки необычного по форме каминного экрана обиты той же тканью, что и диван-кропу. Вид из тройных окон на обе стороны здания словно объединяет большую гостиную с окружающей её природой. В этой комнате с окнами на север, мягкая и сумеречно освещенной, работал Евгений Абрамович Боротынский. А в 1874 году здесь поместили обстановку петербургского кабинета Фёдора Ивановича Тютчева. С тех пор эта комната стала называться «Кабинетом двух поэтов». Ближе к оконным проёмам установлены два письменных стола – Боротынского светлого дерева в углу и Тютчева в простенке. На рабочем столе Боротынского бережно сокрытые стеклянным экраном личные вещи поэта. И здесь же последняя поэтическая книга «Сумерки». На массивном двухтумбовом письменном столе Тютчева колокольчик для вызова слуг, нож для резки бумаги и гусиное перо дополняют массивный металлический письменный прибор, сделанный из латуни. Изысканные диваны, два кресла обрамляют стол тёмного дерева, украшенный резьбой и массивной фигурной ножкой. Большая портретная коллекция этой комнаты содержит изображение Тютчева в разные годы и большой выразительный портрет второй жены поэта «Женщины замечательной красоты и ума». При постройке дома зелёная гостиная, угловая комната по северному фасаду первого этажа, предназначалась для спальни Анастасии Львовны Боротынской. Потом, в течение нескольких десятилетий, она служила спальней Софьи Львовне Путяти. А при создании музея здесь устроили зелёную гостиную, названную по цвету обоев и обивки мебели. Со времён Боротынской здесь стоит киот работы мурановских мастеров. В нём находятся образа Богородицы начала XVIII века, Казанское и Знамение. Особого внимания заслуживает шестяной ковёр ручной работы, вышитый по конве цветной шерстью вдовой поэта Фёдора Ивановича Тютчева Эрнестины Фёдоровны. На ковре расположены предметы гарнитура первой четверти XIX века красного дерева с позолоченной резьбой и тёмно-зелёной обивкой. Детали опорной ножки стола и края столешницы, накладки на фигурных деталях кресел и обрамление спинки дивана покрыты позолотой. Тёмная благородная древесина и неяркая обивка ещё более выделяют драгоценное оформление. Гарнитуры-секретер русской работы начала XIX века образуют единую стилистическую группу, в значительной степени определяющую характер интерьера как ампирного. Развеска живописи плотная, но подчиняющаяся также ампирному принципу симметрии. Здесь вывешено некоторое произведение живописной коллекции родственных семейств, в основном портреты. Приметно полукруглая тумба с часами, с афиной палладой, на колеснице и подсвечниками. Переходим на второй этаж дома-музея. На второй этаж ведут три лестницы. Одна из них расположена в восточном крыле. На стенах её развешаны гравюры, выполненные в середине XVIII века известным гравюром Михаилом Махаевым. В августе 1849 года Муранова посетил Николай Васильевич Гоголь. Он останавливался в верхней комнате по южному фасаду, которая с тех пор и стала называться Гоголевской. На стене акварели Дмитрия, брата Николая Васильевича Путяты, который запечатлел самые красивые уголки Муранова. С памятью великого писателя здесь связан его литографированный портрет 1852 года. Диван-кровать с многозначительным названием «Жаба» на одну ночь приютившая Гоголя – главный экспонат этой комнаты. Ещё приметный ломберный или игровой столик и витрина. В витрине выставлена детская игра «Домино» 1870-х годов с персонажами из «Ревизора» и «Мёртвых душ» и выточенная из слоновой кости рука, приделанная гладкой отполированной палочкой чёрного дерева. Некогда такие палочки были широко распространены. Описывая в «Мёртвых душах» кабинет одного из своих героев, Гоголь пишет, «На столе лежала щегольская ручка слоновой кости для почёсывания себе самому спины». Далее уютная комната младших тютчевых Екатерины Ивановны и Софьи Ивановны. На одной из стен мы видим портрет Серафима Саровского. Следующая комната обязана названием Ивану Аксакову, третьему сыну автора «Аленького цветочка» Сергея Тимофеевича Аксакова. Кабинетная мебель, часть библиотеки и личных вещей были привезены сюда по желанию его вдовы, дочери поэта Анны Фёдоровны Тютчевой. Известно, что Иван Аксаков писал преимущественно стоя, за конторкой, которая представлена в составе экспозиции. На письменном столе размещены бювар, портмоне, чернильница и другие предметы, принадлежавшие Ивану Сергеевичу. В 1874 году он опубликовал первую биографию Тютчева. Его труд вобрал в себя как семейные предания, так и документальные свидетельства, сохранившиеся в родственном окружении поэта. Из других экспонатов стоит упомянуть наполненный томами книжный шкаф, набор мебели для отдыха и портреты над ним. В целом, Аксаковская комната несколько аскетична. От потомков Фёдора Ивановича Тютчева здесь до сих пор хранится шкафчик, выполненный местным крестьянином Горбачёвым, семью которого внучка поэта буквально спасла от голодной смерти после того, как у них пала корова. На шкафчике просматривается надпись «Великая добродетельница Софьи Ивановне Тютчевой». Утренняя столовая – одно из самых теплых помещений дома в Мураново, расположено над проходной комнатой первого этажа. Здесь обычно завтракали, преимущественно зимой, при отсутствии приезжих в усадьбе. Уюта здесь добавляет хорошая освещенность из-за расположения оконных проемов резолита. Из меблировки утренней столовой внимание привлекают квадратные столики с подсвечниками напротив круглого обеденного стола. Довольно искусно выполнена резьба по краю столешницы и фигурные подставки. Посудный шкаф содержит коллекционные изделия из фарфора, которым увлекались все владельцы Мураново. Напротив, между окнами, небольшая застекленная витрина с расписными тарелками и фигурками из фарфора. На витрине – мраморный бюст Евгения Абрановича Боротынского. Еще одним общим увлечением владельцев усадьбы были заграничные поездки, о которых рассказывают рисунки посещенных ими городов Европы. Эта комната служила спальней последней владелицы усадьбы Ольги Николаевны Тютчевой. Она замыкает небольшую амфиладу второго этажа по северному фасаду. Внутреннее убранство спальни составляет предметы разных эпох и стилей. В частности, массивное трюмо, украшенное фигурками львов, напоминает о русском классицизме, о большой ковер на кровати с яркими крупными розами, вышитой шерстью по конве, о художественных вкусах второй половины прошлого века. Нестеровская комната посвящена замечательному художнику Михаилу Васильевичу Нестерову, который также бывал в Мураново. Комната полна света, благодаря белой с голубым орнаментом обивки мебели и текстилю на окнах. На стене портрет Софьи Ивановны Тютчевой, написанный в Мураново. Здесь же походный стульчик-трость художника. Возвращаемся на первый этаж и попадаем в голубую гостиную. Эта небольшая комната, подобно зеленой гостиной, получила свое название по цвету обоев и обивки мебели. Примечательностью ее интерьера является большое зеркало в богатой раме красного дерева, украшенное декором из чеканной бронзы. Почти на столетие ранее изготовлено круглое зеркало в резном золоченом обрамлении стиле Ракайли. Серия миниатюрных портретов размещена вокруг зеркала. В 1918 году Ольга Николаевна Тютчева, последняя владелица усадьбы, приняла решение о передаче Муранова государству и вскоре получила охранную грамоту на нее. Усадьба Муранова была объявлена музеем имени поэта Федора Ивановича Тютчева. Была открыта для посетителей в 1920 году. Обязанности директора исполнял внук поэта Николай Иванович Тютчев, а с 1924 года стал его пожизненным хранителем. В настоящее время усадьба Муранова является собой редкий пример неразоренного родового гнезда, в котором семейные культурные традиции не прерывались никогда. Субтитры создавал DimaTorzok